Я расскажу вам про срочные контракты, коснусь фьючерсов, немножко об опционах скажу, немножко, да, и поговорю, как можно использовать фьючерсные контракты для снижения и рисков для хеджирования именно рынка акций или портфеля инвестиционного, да, который состоит из акций. Ну, не буду вам рассказывать историю фьючерсного рынка, это вам расскажет, скорее всего, другой специалист. Я вам дам конкретные вещи, которые вам могут пригодиться. Ну, прежде всего, да, чем отличается фьючерс от акций? Очень часто фьючерсы, они привязаны к базовым активам. То есть, акция – это базовый актив. Для фьючерса, если, конечно, это фьючерс, допустим, на акцию. Фьючерс может быть на товар, на облигацию, да, и так далее. Есть фьючерс на индексы, да, в большом количестве, допустим, у нас есть индекс на, фьючерс на индекс РТС. Я вам уже его выставал, он называется вот так, РИМ, РИМ-7. Всем это год. А буква М означает погашение в июне месяце. То есть, каждые три месяца, когда фьючерс гасится, буквочка вот эта меняется на другую. А первые две буквы они сохраняются. Значит, у нас сейчас торгуются порядка восьми основных контрактов фьючерсных, да? У нас есть РАУЕС, у нас есть ГМК на листский никель, да, Лукоил, Ростелеком, Сбербанк. Это те две буквы, которые не изменяются. А вот следующие, два символа, буквы и цифры, они меняются. Это год, а это зависит от месяца. Сейчас они все, все М-ы. ЛКМ, РТМ, потому что они гасятся в июне, 14 июня, да? Что интересно, что на самом деле торгуется много фьючерсов с разной датой погашения, или экспирацией называется, да, дата погашения. Вот это фьючерс ближайший, он гасится в ноябре, но есть фьючерс полугодовой, а есть даже там, допустим, девятимесячный, который гасится осенью этого года, там, в конце, да? Вот, чем фьючерс короче, то есть, чем он ближе к дате погашения, тем он более ликвидный, более ликвидный. То есть, в основном, все обороты по нему заключаются. И по цене он отличается. Вообще, надо сказать, что цена фьючерса и акции имеет вот примерно такой характер, да? Это цена акции, допустим, базовый актив, да? Говорим, его называют. Ну, вот так и называется. А это цена фьючерса. Я нарисовал кривую изменения цены акции и фьючерса с течением времени. Вот здесь, в этой точке, они схлопываются. То есть, изначально фьючерс стоит дороже, чем акции. Дороже. Потому что закладывается ставка. Ставка использования денег. Потому что вы можете торговать на рынке фьючерсных контрактов с использованием большого плеча. Один к десяти почти. Около этого. Ну, там, чуть поменьше, но примерно. Один к семи, один к восьми, даже иногда один к десяти. Как бы, за пользование этого плеча, вот, есть такая дельта. То есть, это как бы формула зашивка. Там довольно-таки сложная формула, не буду вам ее приводить. Как бы, это, в принципе, не имеет отношения к пониманию самого фьючерса. Я, конечно, вам дам именно такие главные понятия. Так вот, он со временем приближается к цене базового актива. Еще базовый актив называется рынок спот. Вот, если говорить, что рынок спот, это значит рынок базового актива. Вот, реального актива. А это рынок срочный, да? Срочный рынок. Он приближается к цене спота. И в дату погашения, допустим, вот, если брать тот же, допустим, ЕСМ 14.06.07, да? Он должен стоить столько же, сколько акции. Сейчас он стоит чуть подороже. Этот спеет он все время сужается. Это стоимость денег, которую вы платите. Как бы она уже в цену зашита, понимаете? Что интересно, что бывают случаи, когда цена фьючерса, она падает ниже спота. Оказывается, здесь. Это так называемый биквардейшн. А называется понятие американское, да, биквардейшн. Редко очень случается, очень редко случается. Это случается тогда, когда на рынке присутствует очень негативная информация. Общий фонд фундаментальный, очень плохой. Ведь слово фьючерс, это фьючерс, фьючерс, да, андрейский, будущее. Будущее, это рубля цена, будущее. Поэтому, если вот такое происходит, цена вдруг фьючерса падает ниже, чем спот, значит, ожидания на рынке очень негативные. Поэтому, почему очень популярные фьючерсные контракты на индексы американские, фондовые, на облигации и так далее. Потому что люди как бы здесь уже ожидают в будущем, что-то может произойти негативное. Соответственно, если вдруг фьючерсы на индексы американские будут, допустим, ниже, чем спот реальный, да, то это очень плохо. То есть, это ожидание участников рынка, оно негативное. Но, как правило, такое происходит редко. Когда рынки растущие, ожидания участников радужные, что все будет хорошо, да, что акции будут стоить дороже в итоге. Вот это вот, коротень, так и о том, что акции будут стоить дороже, кроме этого всего прочего, да, что кроме там еще, как бы, зашита самоцена денег за использование каких-то плеча, там это зашито. Но еще и кроме этого, это вот ожидание, что акции будут стоить дороже. Вы скажете, а что это самое, можно же тогда на этом зарабатывать, да? Взял, допустим, фьючерс, как я вам сегодня показывал, да, вот эта вот двойная схема, допустим, покупки-продажи. Фьючерс, допустим, продал. Здесь. А акцию на брут купюр. Бан, да? И расхождение этого спреда. Но в силу того, что спред обычно бывает небольшой, примерно, примерно, он может быть от полутора до пяти процентов. Ориентируешься, да? Так, в среднем, скажем, где-то процента два. Не думаю, что больше, да? То есть, смотрите, два процента за три месяца, да? Там в среднем, да, шпанцы. То есть, это два с половиной. То есть, ну, это да, несерьезно, да? Единственная возможность заработать, это, в любом случае, если вы будете использовать большое плечо. То есть, купите на очень много акций, на большой капитал, и очень много продадите. Вам нужно одинаковые позиции держать. Проблема заключается в том, что не всегда удается сбалансировать позицию фьючерса и позицию спорта рынка. Почему? Потому что цена фьючерса другая. Она, как правило, в сто раз больше. Ну, или в десять раз, да? Ну, да, вот, да. К примеру, допустим, если РАУ ЕС, допустим, сейчас вот спот стоит, допустим, 35 рублей, да? Ну, учитывая, что в одном лоте у нас сто акций, да, сто акций, да, то получается, а цена фьючерса, вот эта вот ЕСМ, да, она стоит 35 500. То есть, грубо говоря, нужно просто отбросить. А, даже три нуля, да, отбросить? Три нуля, отбросить? 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 Поставить запятую здесь, да, то есть получится вот как бы такая разница. То есть, то есть, фьючерс стоит на 50 копеек дороже. Вот как раз эта вот дельта и образуется. Она может как-то увеличиваться, уменьшаться, да, по отношению к цене, допустим, базового актива с потом. Это лишь, значит, просто я посмотрел возможный вариант. На самом деле, конечно, так никто не поступает. Если нет возможности финансовые тогда, да, так делать, на каком-то отрезке, скажем, небольшом, где вдруг цены фьючерса и акции могут расходиться очень сильно, ну, допустим, вот так произошло, примерно, да, они вот так вот стабильно, как бы уменьшался, да, а потом вдруг произошел резкий рост фьючерса, примерно, да, и, в общем, какое-то снижение акций, вот как бы, то есть, сплетов, а, разошелся. Это опять вот к той схеме, да, к тому подходу, который я вам уже рассказывал. Акции обыкновенные и пролегромные. Вот когда вот это вот происходит расширение спреда, относительно своего какого-то среднего значения, устоявшегося, да, вот тогда это имеет смысл, потому что вероятность того, что вы здесь получите больший доход за короткий прежуток времени, он существенно выше. Тогда имеет смысл здесь продать, а здесь купить. Тогда, в принципе, даже если у вас сумма небольшая, и вы получите какой-то более-менее приличный доход. Это практикуется. Это практикуется. Это получается такая двойная схема, она называется «работа на спреде». Работа на спреде. И даже если роботы написаны, такие спредеры называются, роботы-спредеры, которые отслеживают вот эти вот тренировки расхождения спота и фьючерса, и их логат. Вот это можно использовать. Проблема заключается еще и в том, что нужно правильно уметь рассчитывать плечо. Плечо, да? Чтобы не превысить ваши риски, которые вы несете, работая на рынке фьючерных контрактов. По-самому деле, подход очень простой. Подход следующий. Допустим, если стоит контракт, скажем, на РАУ ЕС, 35 тысяч, да? Пускай 500 надо. Пускай 500 не стоит. 35500 стоящий контракт. Вот ЕСМ, ЕСМ 7, да? То, чтобы плеч не брать, чтобы у вас будет, допустим, капитал, как на споте, то есть, в общем, один к одному, просто вы должны на счет положить эти 35500. И все. Тогда у вас плечо не будет плеча. Ваш плечо будет ноль. То есть, не будет плеча. То есть, вы можете купить только один контракт на все ваши деньги. При этом риски у вас минимальны. Ну, сами понимаете, раз риски минимальны, плеча нет, то и доходность, соответственно, будет невысокой, да? Потому что именно за счет того, что можно использовать плечи, можно получать повышенную доходность. Значит, максимальное, значит, плечо, которое вот по РАУ ЕС, можно взять, это примерно 1 к 7. То есть, плечо 1 к 7, да? То есть, получается, что для того, чтобы купить, скажем, один контракт на РАУ ЕС, нужно иметь на счете в 7 раз меньше денег, чем вот эта сумма. Да? Значит, сколько там получается у нас? Где-то порядка... Сколько? 5 с 5. Да, примерно 5 тысяч. Да, 5500, пускай мне, 5500. Примерно 5500. Мы должны иметь, чтобы... А, есть один контракт. В этом случае, вложив деньги, значит, с плечо практически 1 к 7, да, вы можете получить в 7 раз больше дохода, но и в 7 раз больше убытков, на самом деле. Вот это называется гарантийным обеспечением, ГО. Оно может меняться, в зависимости от того, какая волатильность на рынке, биржа РТС, которая и организовала эту площадку для срочного рынка, она называется ФОНС-площадка. Она может менять, может увеличивать и уменьшать. Как правило, она увеличивает. Вот со временем при приближении контракта фьючерстного к дате закрытия, или истечения срока, да, она увеличивает ГО все больше и больше. И получается что? Получается, что если вы на грани, то вы должны все время деньги доносить. Да. Вот. Поэтому не надо вот так рисковать, пользоваться максимальным плечом. Я считаю, что 1 к 2 или 1 к 3 достаточное плечо, чтобы работать. Оно, конечно, тоже опасно, безусловно. Вот. Я уже сказал, что я против того, чтобы, скажем, первые полгода, год вообще, чтобы плечи использовали. Но, ну, это, что человеку говоришь, а он же хочет все равно. Ты ему говоришь, а он хочет. Но для тех, кто очень хочет попробовать, если хочется потерять деньги, тогда уж начинать с маленькой суммы. То есть совсем маленькую сумму выделите, потренируйтесь, да, потеряете, и потом сразу придете в большой образ. Да, багажка, да, просто. Да, после потерь. Вот. Так вот, значит. Для того, чтобы это рассчитать, то просто берите, допустим, смесли, контракт 135, пополам делите его, вносите, допустим, там, значит, 16 тысяч, это будет у вас ключо 1 к 1 или там 1 к 2. Вот мы понимаем, да, да? То есть легко посчитать. Просто цену контракта берите и делите его. И носите столько денег, сколько у вас будет. Конечно, все это можно посчитать в Excel. В Excel можно посчитать, да? Там эти все формулы есть. Вот. Искринка можно все вывести в Excel и все там посчитать. Какое главное все-таки назначение, да, фьючерсов, я считаю, да? И выгода какая от них? Ну, во-первых, то, что можно получать доход гораздо больше, чем на рынке акций, понятно, да? Ходят они, движутся они по цене, так же, как акции, очень похоже, на самом деле. Поэтому все методы технического анализа, фундаментального, все подходы, к ним можно применять. Пожалуйста. Это актив связанный, а не связанные активы, они движутся так же. Единственный момент, они могут быть очень повышены по волатильности, больше, чем, допустим, рынок базового актива. То есть, значит, они могут очень, допустим, сильнее вырастать и сильнее падать, потому что это более рынок спекулятивный. Там люди с большими деньгами, с большими плечами работают, да, они могут быть очень эмоциональны, вот, и бывает так, что могут сильно пролить. То есть, вдруг оказывается так, что цена, как я вам сейчас говорил, допустим, вот, это идеальная картинка. А внутри дня может происходить, знаете что? Он может падать, допустим, к споту, к цене прям, да, и даже ниже, а потом опять возвращаться. Вот такое возможно. Хороший момент для спекулянтов. Ликвидность все-таки фьючерских контрактов, она не очень высокая, хочу вам честно сказать. Только три контракта более-менее ликвидные. Это, конечно же, Рау ЕС России, да, это, конечно же, Лукойл. Так. И Газпром я еще снял, ГЗМ, ГЗМ-7, да, это Газпром. Ну и еще вот этот, Рим, то есть четыре контракта все. Индекс на РТС, Рим-7, да, Газпром, БРАУ ЕС и Лукойл. Более-менее ликвидные, то есть там еще можно как-то торговать. Все остальные очень мало ликвидные. Бывает так, что вы можете стоять там, не знаю, полчаса. Как пример, да, вот где-нибудь там с Телеком или там еще что-нибудь, нет ГМК, и там ничего. То есть, конечно, вы там софер не срываете, лизбеда там все, да, не вливаясь, и то что может долго стоять. Ликвидность невысокая. Соответственно, это является что? Чем? Повышенными рисками. Это повышенные риски, да, риская ликвидность. Вот был период, когда вот в мае было падение, ух, там было тяжело продавать. Там вообще вдруг рынок слопнулся так, что вдруг покупок вообще не было. Вот просто стакан, есть продажи, а покупок нет. Вот можете себе представить, что делать? А рынок падает. Так что, на самом деле, ликвидность для спекулянта – это первая наиважнейшая вещь. Если ликвидность низкая, нельзя спекулировать. Очень опасно, очень-очень опасно. Ну, сейчас уже с мая время прошло, рынок у нас окреп, да, уже там ликвидность уже увеличилась, но такое было. Я помню сам, то есть было очень страшно, я покупал, правда, маленький объем был, я там, как раз только-только начал тренироваться, вот, в прошлом году. Хорошо, значит, что еще для нас принципиально важно и чем выгодны для нас, очень маленький комиссионный, копеечный комиссионный, за один контракт мы платим всего лишь 2 рубля, или 3 максимума. Ну, 2 рубля, обычно все, 2 рубля все, почему-то, за один контракт. Ну, так мало, так мало, потому что биржа так стимулирует интерес, и за счет того, что вы берете кредит, как бы, за счет этого, с фотоаппаратов, у вас, значит, у нее нарастает, значит, ее, его вознаграждение, да, брокерская биржа? Ну, биржа, да, прежде всего. Брокер тоже берет, брокер берет, плюс к этому, по-моему, все, 1 рубль. То есть, все, получается, у вас 3 рубля, когда нарастает, ну, примерно, да, 3 рубля. За сделку? За контракт, да, за сделку. 3 рубля. То есть, это, это в десятки, нет, конечно, не десятки, скажем, где-то в 7-8, иногда, может, в 10 раз меньше, чем брокерские комиссионные. То есть, есть экономика, да, понимаете, да? Поэтому, в принципе, если бы была очень высокая ликвидность, там можно и всякие вот эти вот схемы скальпирования делать, да, про кто-то сегодня рассказывал, да, купил, продал, купил, продал, потому что комиссионные маленькие вообще, очень низкие. Потому что, на самом деле, при частных операциях комиссионные сжирают очень много, очень много съедают. Это кажется, там, там, ну, 6 сотых, там, туда, 6-х обратно, немного, да? Но когда операции частые, очень много получается расходов, на самом деле, на брокера. И поэтому очень многие стратегии, которые имели бы право на существование, да, они от них отказываются, потому что большие расходы на брокера. А вот как раз здесь, на рынке ФОНС, за счет того, что низкие комиссионные, можно такие вещи и практиковать. Ну, хорошо, значит, как мы можем использовать этот рынок? Значит, как я уже сказал, все методы технического анализа, фундаментарного, также используются, но бывают такие вот возможные всплески, да? Вы должны понимать, что там волатильность выше, чем на рынке спот. Но, что для нас очень выгодно, я считаю, это то, что рынок срочных контрактов, фичусь, да, нам выгодно тем, что мы можем их гораздо проще продавать в шок, чем, допустим, те же самые акции. Во-первых, это дешевле, гораздо дешевле, потому что, когда вы продаете акции здесь, на МВВ, вам приходится их брать в долг, за это платить большие проценты, 80% как минимум, годовые. Это, так пусть еще комиссионные за обороты, то есть, в итоге там получается прилично, то есть, вы теряете много, там нет, там вообще нет никаких комиссионных, вот эти вот, 3 рубля и все. И берите акции без ограничений, пожалуйста. Купил, продал, вот там эти операции имеют в виду. Поэтому я уже давно, больше года, да, я прекратил совершать короткие операции на МВВ. Я уже там не совершаю, только на форте. То есть, я выбираю, скажем, самую слабую бумагу. Если я вижу тенденцию к снижению, выбираю самую слабую бумагу, допустим, Газпром, Рау, ЕС или Лукойл, там что они наиболее ликвидные, или сам индекс, в принципе, если вы верите, предполагаете, что рынок будет снижаться, то почему индекс не продать? Рим, это индекс, в среднем рынок снизится, можно его продать. Правда, он дорогой. Он стоит, там, конечно, ГО-то меньше, но сам индекс стоит 200 тысяч. Он сейчас меньше, конечно, потому что он упал, 190-198 тысяч стоил. Он стоил там, и так давно, стоим на синдекс. Потому что индекс там у нас тоже, это 1900, да, 800, да. Итак, что мы можем делать? Допустим, представьте, что у вас портфель акций. Портфель акций. Причем, он может быть у вас такой наполовину, наполовину спекулятивный, наполовину инвестиционный. Я, кстати, вот люблю такие вещи, в принципе, вам рекомендую, да, делать такие портфели смешанные. Пусть у вас там будут и инвестиционные бумаги, какие-то такие, не очень, может быть, ликвидные, в долгую вы их купили, они у вас лежат. Главное, чтобы вы на них долю выделяли не очень большую. Заметьте, вот принцип вообще портфельный, это вообще так, что чем выше ликвидность, тем можно выделить большую долю. Чем меньше ликвидность бумаги, тем меньше доли. То есть, если бумага очень ликвидная, ну, можно на нее выделить, не знаю, 20%, и даже больше. Если она малоликвидная, ну, 5%, ну, никак не больше 10%. Значит, итак, что мы можем делать? Допустим, у нас есть портфель акций, стоящий там из каких-то там набора каких-то бумаг. Допустим, вот это у нас, значит, рынок, индекс, пускай будет индекс, да? Рим, возьмем это, у нас будет Рим-7. А вот это пускай у нас будет, значит, стоимость нашего портфеля. Ну, я так, нарисую, чтобы было понятно, да? Значит, значит, если вдруг по каким-то причинам, там, фундаментальным, либо техническим, мы наблюдаем на рынке снижение и опасаемся, опасаемся, что оно может продолжиться, и к этому есть определенные предпосылки, которые, оно может продолжиться, там, в общем, несколько дней, или даже, может, несколько недель, да? То, что мы можем сделать? Мы можем, значит, наши варианты, да, в первую очередь, продать все акции. Вообще, вновь продать, да? Выйти в деньги. Это самый такой, такой простой способ. Но мы же можем и поступить по-другому. А, во-первых, иногда бывает сложно продать все акции по разным причинам. Допустим, плохая ликвидность. А потом, мы же их продаем просто временно, правильно? Мы же потом опять их будем покупать. Значит, нужно будет опять тратить время на то, чтобы эти бумаги все набрать, купить их по хорошему ценам. То есть, это наш ресурс временной, да? Можно поступить следующим образом. Не продавая акции, допустим, тратя на это много времени, потому что акций может быть много, нужно, там, смотреть цену, выставлять ее, менять, чтобы вам, допустим, выгодно продать. Там нужно следить за этим делом. Это большая работа, на самом деле, чтобы продать весь ваш портфель продать, распродать, да? Вы можете, не продавая акции, продать индекс РТС, допустим. Если вы ожидаете и уверены, очень высокие длины, что на рынке начинается падеж. Какой-то, какой-то кризис большой, да? Это один из вариантов, на самом деле, я вам подсказал. Как можно использовать фьючерсы? В итоге, что у вас получается? У вас, ваша кривая дохода, кривая дохода, будет следующим образом выгреть. Значит, вы будете получать убыток. В этой точке вы совершили операцию. Вы будете получать убыток по портфелю. Вот так, допустим, он будет падать, да? Если вы в равной доле продали фьючерсы, допустим, у вас портфель, допустим, на 100 тысяч рублей. 100 рублей, да? То есть нужно 200. В 200 тысяч рублей портфель продали один контракт. Он как раз компенсирует ваши, ваша поспекта, который у вас, в целом, стоит 200 тысяч рублей. Ну, примерно там, да? Очень близко. То по проданному индексу, КРТС, да, вы будете получать прибыль. И в итоге, ваше результирующее вашего, скажем, портфеля, состояние его, здесь убыток, здесь прибыль. Плюс, здесь минус, да? Она будет в итоге ноль. То есть вы ничего не потеряете. Эти убытки будут компенсированы вот этой прибылью. Получено счет того, что индекс будет падать, он будет сейчас доход. Это так называемая схема хеджирования. Хеджирование портфеля. То есть перестраховки еще. Можно, конечно, поступить частично. Допустим, продать частично акции. И потом подать индекс. То есть есть какие-то такие вот комбинации всего этого, да? По низкам. Возможно, по низкам. Можно даже пойти еще дальше, да? Продав, допустим, не один контракт Рима, а два, к примеру, да? То есть в два раза больше, чем ваш портфель. В этом случае, если ваши ожидания оправдаются, да? То есть получается, что на 200 тысяч будет продано, в ней куплено, ваш портфель, да? Она почти 400, минус 400 тысяч. Вы откроете Рим, то есть фичус. В этом случае ваши доходы здесь будут в два раза больше. Вот такие. И изменение стоимости вашего портфеля, результат, это плюс это, он будет положительным, соответственно, понимаете, да? Будет плюс. То есть вы можете даже заработать. Это лишь классическая, скажем, схема хеджирования. Понятно, что она может не всегда работать, если, допустим, ваши ожидания не оправдались, либо вы выбрали неудачный момент, да? Все это может быть тоже. Но это один из способов, значит, снижения риска потери вашего портфеля. Понимаете, на какой объем нужно открывать, чтобы вот были сопоставимые объемы. Если мы вот используем такую схему, да, когда у нас есть портфель акции, и мы хотим захидировать этот портфель с помощью продажи фишечного контракта, скажем, того же Рима, да, индекс РТС, сейчас мы отгадим всех. Ну, сильно мы можем продавать, а в точном соответствии объем, в том случае, если у нас структура нашего портфеля, который у нас есть, да, распоряжение, примерно соответствует структуре индекс РТС, да. Тогда вот сильно, если у нас другая структура в портфеле, то может быть хеджирование не получится, как мы ожидаем в портфелях. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...